Меня зовут Полина Коробейник, я режиссер, я актриса и театральный педагог. Я в жизни очень бываю застенчивым человеком, но бывают ситуации, где это мне совершенно не нужно. И благодаря актерскому мастерству, благодаря исследованию себя длительному, я просто знаю механизм, когда мне нужно переключить свое внимание, переключить фокус и убрать эту застенчивость немножечко подальше, я ее приберегу для своих других каких-то моментов, и транслировать другую эмоцию, потому что нет человека только застенчивого, нет человека только уверенного. Мы все находимся в таком невероятном бурлении этих эмоций, они все в нас живут. Наша задача просто уметь доставать эти эмоции в нужный момент и транслировать миру. Так, сейчас где у меня там находится радость? Окей, я нашла радость и выражаю ее. Если мне нужно транслировать уверенность, я вспоминаю это ощущение в себе, когда я уверен, как у меня двигается тело, где у меня находятся мысли, о чем я думаю, что меня включает на эту уверенность, и я легко ее транслирую людям. При этом я могу быть очень застенчива, так мы же сюда и приходим, чтобы научиться выражать эти эмоции, потому что большинство людей либо просто не умеют их сдерживать, но сейчас я сталкиваюсь, может быть, ко мне такие больше всего идут, я сталкиваюсь с такими людьми, которые настолько себя контролируют в жизни, что они стараются совершенно никак не выражать эмоции. И когда мы блокируем выражение этих эмоций, ну, во-первых, мы болеем, а во-вторых, мы закрываемся в этом чехле, красивом чехле, который мы представляем себе. Так, вот так вот, прямо когда хожу, люди одобряют меня, люди говорят, окей, это красиво. Я хожу прямо, у меня вот голова носик вперед, все, по-другому уже возникает какой-то дискомфорт. Люди привыкают, и потом нормальное выявление различных эмоций для них уже странная вещь очень. И здесь мы возвращаемся к нашим натуральным чувствам, эмоциям, просто пробуем через определенные техники, пробуем их транслировать правильно, верно, точно, и вообще, в принципе, знакомимся с собой, вспоминаем вообще, боже, а как я радуюсь, а как я плачу, а как я ужасаюсь. Чаще всего, конечно, в нынешних условиях нашего общества все приходят за тем, чтобы снять психологические, от психологических и физические зажимы, чтобы уметь транслировать свои эмоции, и это самое главное и самое важное на самом деле запросы. И если над этим запросом работать, то он затрагивает очень много разных других плоскостей в актерском мастерстве, в работе на сцене и в жизни тоже позиционирование себя как персонажа, как сотрудника, как образ. Приходят ребята, большинство, чтобы не бояться публичных выступлений, чтобы быть открытыми, чтобы не бояться смотреть в глаза, чтобы красиво двигаться, чтобы красиво выглядеть на сцене, потому что есть картинка, актер, который человек многофункциональный, полифункциональная личность, которая и собрана как такой образ красоты на сцене, который умеет управлять своим телом, своим голосом, своими мыслями, своим вниманием, и поэтому логично, что люди приходят именно в актерскую студию, чтобы приобрести вот эти вот навыки, которые им потом помогут, которые они смогут использовать в своей жизни, чтобы достигать определенных целей. Собственно, мы на занятии, это очень правильно, всегда собираем запросы каждого ученика и работаем очень так, знаете, многие любят пользоваться вот этой вот фразу индивидуальный подход, у нас индивидуальный подход, это особенность, да это нормально на самом деле, когда у тебя в группе индивидуальный подход к каждому ученику, потому что у каждого свой мир. Ты сталкиваешься на занятии с, вот, например, пришло 15 миров к тебе, и тебе нужно каждый из них разгадать, каждому найти свой ключик и помочь. Вот что главное, помочь. Когда я запускаю этот процесс, все, он приводит к изменению, понятно, что моего тела, но еще и моего мышления. А актерское мастерство, это комплекс вот таких вот и танцев, и кабинет психолога в какой-то момент. У нас очень много приходит гештальтерапевтов на наши занятия, чтобы перенимать вот эти вот тренинги, особенно, которые мы используем в первом курсе, на первом этапе обучения, потому что это все и командные тренинги, и на раскрытие себя как личности, как оригинального элемента, не заблокированного опытом прожитым. А мы учим, я бы даже сказала, больше весь этот опыт выводить в плюс себе. И я этим тоже пользуюсь. Информация, какая происходит с учениками после курсов актерского мастерства, она не может, во-первых, не произойти. Это, кроме закладывания уже очень четких навыков, это и очень индивидуальная трансформация еще. Во-первых, у всех запускается процесс улучшения тех навыков, за которыми они пришли. Но при этом еще попутно очень многие получают то, чего они даже не ожидали. У кого-то меняется мышление полностью. Возможно, это же не значит, что раз и кто-то приходит и ломает ему это мышление. Я нет, точно, я за это не отвечаю. Но у человека живет, например, какое-то внутреннее желание, внутреннее стремление, которое он задавливал годами, и здесь оно вырывается наружу, с ним не может не произойти изменения. Меняется работа, меняется образ жизни, меняются мысли, кто-то становится смелее, кто-то, наоборот, умеет управлять своими эмоциями. Когда с тобой происходят какие-то изменения, ты не всегда умеешь их прочувствовать. Другие люди видят изменения эти в тебе. И вот интересна такая штука, что когда работаю, бывает, на протяжении какого-то периода с людьми, я вижу, что они становятся увереннее, что с ними происходят какие-то вот эти внутренние изменения и внешние изменения. Но они уже становятся, я их вижу очень часто, и уже вот этот вот процесс немножечко... Я принимаю, как с собой разговариваю, да? Я же только через какой-то период могу проанализировать и подумать, о боже, да, я здесь была немножечко другая, наверное, какое-то развитие я получила. А вот интересно ещё, когда ты начинаешь работать с одним учеником, а потом через пару, например, курсов, я вижу его на показе у другого ещё педагога, и думаю, о боже, вот этот цветок расцвёл, такая колоссальная энергия, радует небоязнью, радует смелостью, радует разными образами новыми. И вот это вот классно, да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова